В пятницу, 13 января, Дома культуры ЗИО грандиозно отметил свой юбилей. В нашем репортаже мы расскажем и покажем о масштабе праздника и о том, как танцуя, заработать 1 миллион рублей на костюмы. История Дома культуры ЗИО в Подольске началась настолько давно, что даже некоторые ее подробности уже успели забыться. В декабре далекого 1931 года при Подольском машиностроительном заводе открылся Дом культуры, которому вместе с заводом в 1936 году было присвоено имя наркома тяжелой промышленности Григория Арджиникидзе. В декабре прошлого года Дому культуры ЗИО исполнилось 85 лет. Из-за плотного графика праздничный концерт решено было перевести на январь. Он выпал на 13 число. Мы на подъеме все, потому что мы репетиции проводили и чувствую, что молодцы. У нас в каждом классе занимается по три-четыре коллектива. Очень много. Поэтому если бы нам кто-то пристроечку сделал, я бы была рада. Праздники для большинства коллективов Дома культуры – это трудовые будни, распланированные согласно сценариям концертов. День рождения родного ДК – не исключение. Руководители и их воспитанники стараются выложиться на все 100%. На сцене чувствуется энергия, радость, единение. Артисты дополняют выступления друг друга и стараются зарядить позитивом зрителей. За вечер на сцене выступило всего несколько коллективов. Если бы свои таланты показывали воспитанники всех кружков и секций, концерт бы растянулся на день, а может быть и больше. Ведь в ДК Зио сегодня более 50 направлений. По ним занимается около 900 человек. В прошлом году были открыты студии игры на гитаре и кружок лепки из глины. Но бесспорно, передовыми в Доме культуры уже на протяжении нескольких лет являются детский и взрослый коллективы фольклорных ансамблей «Ленок», хореографический ансамбль «Радуга» и коллектив спортивно-бальных танцев «Идеал». Дом культуры стал мощным очагом культурной жизни всего поселка Северный, завода имени Орженикидзе. И просто одним из символов культуры городского округа Подольск нынешнего. Сегодня 85, пройдет совсем немного времени, будет 90, 95 и 100. И все равно в этот зал будут приходить настоящие поклонники творчества, зрители Дома культуры Зио. Вместе с педагогами председатель Комитета по культуре и туризму наградил и сотрудников ДК Зио. Многие из них получили грамоты и благодарности. Особые знаки отличия получили коллективы, участвующие в международных фестивалях. «Сертификат на сумму 1 миллион рублей на укрепление материальной базы. Но конкретно на пошив новых костюмов для хореографического коллектива «Радуга». Теплые слова поздравления еще не раз звучали со сцены. Вектор Дома культуры не единожды принимала подарки и поздравления от друзей коллектива. В актовом зале Дома культуры завода имени Орджоникидли собрались зрители разных возрастов и профессий. Но, конечно, самыми заметными гостями праздника были ветераны, работавшие на Зио. Для них клуб при заводе – это место, где после рабочего дня можно было отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. Почти 50 лет отработал. И какое бы мероприятие ни было здесь, 1 мая, 9 мая, день рождения от Сергея Орджоникидзе. Всегда мы ходили сюда. Всегда дорогой нам клуб. Творчество сближает. Воспитанники студии становятся дружной командой, а в некоторых случаях даже семьей. Дом культуры Зио в Подольске стал местом притяжения многих талантливых и творческих людей. Они с радостью каждый день идут на работу, посещают своим увлечением целый день и передают опыт воспитанникам. Многих подольчан связывает с Домом культуры крепкие узы. Мы поздравляем наш Дом культуры Зио с 85-летием. Это большое событие, это большой праздник. Мы очень рады. У нас очень дружный коллектив. Валентина Ивановна очень умеет объединять вокруг себя людей, умеет работать, умеет направлять, наставлять. Ну, конечно же, во всем нас поддерживает, чтобы мы у нее не попросили. Она всегда нам помогает. Мы ее очень любим. Да, очень-очень. Спасибо ей огромное за огромную-огромную поддержку и веру в нас. Поздравляем Дома культуры с юбилеем, с 85-летием. Желаем счастья, здоровья, долголетия. И хочется сказать, что коллектив сполоченный. Каждый год у нас, год от год, все разные люди. Ну, у всех их объединяет одно, то, что они все занимаются общим делом. Деказио – это дом, где живет творчество, а вместе с ним соседствует дружба, любовь, радость и согласие. Пусть вдохновение – это прекрасная атмосфера, никогда не покидает стены Дома культуры. С 85-летием Деказио! И помните, чем выше культура, тем выше ценится труд. А с вами было Молодежное телевидение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и в комментариях пишите ваши отзывы.